Указания Ельбасы в Казахстане не подлежат трактовкам. Нурсултан Азарбаев поручил Минздраву через пару лет сдать в эксплуатацию фонд обязательного медицинского страхования. Есть поручение главы государства создать данный фонд к 2015 году. Поручение главы государства Минздрав не обсуждает, а выполняет. Предполагается создание большой межведомственной рабочей группы, анализа ситуации, внесение соответствующих предложений, моделей и механизмов в администрацию президента. В Советском Союзе была очень неплохая система. Она была доступная, она была человеческим лицом. Все было бесплатным, все было совершенно доступным и, поверьте мне, не было коррупции. Это было раньше, сейчас же госбюджет не может позволить себе такие расходы, говорит врач с многолетним опытом Бахеттуменова. Идею создания фонда в целом она поддерживает. Здравоохранение – это отрасль, в которой никогда не бывает лишних денег. Но встроить общепринятую мировую систему в казахстанские реалии – задача из задач. Один из этих наших айсбергов, которые даже не подводные рифы и так далее, это вопросы коррупции, ценевого бизнеса, прозрачности и так далее, и так далее. Это общественный контроль, то есть много таких вопросов. Поэтому вообще вот в нашей стране очень хорошие иногда благие намерения, они разбиваются. Вкладываются денежки в инфраструктуру страны. Поручение президента очень удивила политика Петра Свойко. Пенсионная система успешно провалена, говорит он. Это, видимо, ничему не научило политическое руководство страны. По мнению члена президиума партии ОСДП, если выполнять указания 0-1, то следовало бы объединить фонды – пенсионный и медстрахование. Для того, чтобы осуществлять хоть пенсионное, хоть медицинское страхование, надо знать, где денежку хранить, умножать, а не терять. Ничего не решили толком с пенсионным накопительством. Сейчас это вот в полной такой прострации и неизвестно, что дальше будет. А параллельно другое министерство должно изобретать какие-то другие, но совершенно те же самые грабли, чтобы потом на них наступать. Грабли – это фонд обязательного медицинского страхования, который в Казахстане уже был в 1996 году. Но его руководитель Талабкер Манбаев быстро испарился вместе с несколькими миллионами народных долларов. Неожиданно для всех он вдруг получил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Я просто не помню, чтобы кто-то вообще пытался этого нашего друга Талабкера хоть каким-то образом отлавливать. И тогда и сейчас. Для меня это вообще немножко загадка, хотя какая там загадка. Я думаю, что вот в те времена был вице-премьер такой по социалке, Тасмагомбетов его фамилия. Он гораздо больше, наверное, чем я, знает про эту ситуацию. В этом скандальном деле потом засветились и другие не менее элитные фамилии, благодаря которым побег Талабкера Манбаева как-то быстро выветрился из памяти руководства страны. Затею с фондом обязательного медицинского страхования отложили до лучших времен. Видимо, сейчас они как раз наступили.